Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня уже 24, наверное, октября. Пошла посмотрела даже на календарь, чтобы не ошибиться, да. 24 октября. У нас на улице пасмурно. Проснулась сегодня с какой-то непонятной головной болью. А дело в том, что вчера забыла открыть форточку на проветривание на ночь. Вот что значит свежий воздух. В общем, не знаю, буду пить таблетку я не буду. Вроде как проходит головная боль. Сегодня целый день буду обвязывать плед. Вот лежит эта махина. Вчера перемотала клубочек из бобинки льна. Сейчас я вам ее покажу. Вот из этой бобинки. Чтобы удобнее было вязать. Соединила две вот эти ниточки шелковый блеск. И эту тоненькую-тоненькую. Смотрите, какая она тоненькая ниточка. Ну, потому что шелковый блеск вроде 400 метров. Но он очень тоже тоненький. Вот, прям тонюсенькая. И он тогда не совпадает по толщине пряжи вот этой кобле. Вот, вчера обвязала один рядочек. Всего один рядочек, друзья, вечером, наверное. На рядок уходит минут 20, если не больше. На один рядочек. Вот. Вроде бы так ничего смотрится. Вот, посмотрите. Вроде бы так, как будто нормально. Но, хочу, чтобы у меня никаких остаточков не осталось. Вот все, что у меня осталось от пряжи кобле. Именно вот этого цвета, суровый. Я что делаю? Я второй ряд обвязываю вот этой пряжей. И буду так чередовать. Пока вот эта пряжа не закончится. Но ее тут хватит всего, наверное, на один рядок. Так, что там происходит? Ой, на один рядок. На пару рядочков. Так, Монька! Ты зачем шпулю обижаешь? Бессовестный бегемот! Так. О, гонки. Вот гонки у нас. Мы, Руська, со шпулькой побежали. Вот, на улице тепло. Сейчас выходило там по делам. Да и просто подышать свежим воздухом. Вот прям, не знаю, давит голову, давит сердце. То ли это... У нас же завтра начинается коридор затмений 25 октября. Вообще смотрела прогноз нехороший. Даже не хочу смотреть и рассказывать об этих прогнозах. Да и вы, наверное, все смотрели. Будем себя отвлекать творчеством. Побольше на свежем воздухе. И вообще убрать страх и думать о хорошем. Вот это мой девиз. Ну, у меня всегда есть чем заниматься. Поэтому буду вязать. Буду обвязывать. Очень красиво смотрится. Вчера я сначала застелила это все, посмотрела. Довязала. Там не 6 мотивов, а 7. То есть он получается квадрат 7 на 7. Вот здесь получилось 49 мотивов вот этих красивых. Не забывайте, что есть подробнейший мастер-класс со всеми нюансами. Где я разработала самостоятельно, как начать ряд, ну, начать новый круг вот здесь, вот в уголке. Тогда вообще не видно места соединений, что немаловажно. Вот он такой красивый получается. Все это есть на канале. Вот. Так что буду сегодня целый день вязать, отдыхать. Никаких работ больше не планирую. Ну, потому что в огород не влезть. Единственное, что может быть, там опять у меня скисло молоко. Может быть, сделаю творожок. И наделаю вареничков. Может быть, дочечке позвоню вдвоем, быстрее налепим. Ну, и посмакуем, что называется. Мои коты тоже, видимо, соскучились за свежим воздухом. Самое удивительное, что вот, казалось бы, Маруся жила на улице, и она не просится на эту улицу вообще. У нас в терраску бежит Монька. Когда я иду в терраску, мы ее закрываем на клетч. Вы уже знаете эту историю, потому что Кузьма открывает. А мне нужно, чтобы там была холодная комната, потому что там иногда хранятся продукты, которые не влезают в маленький холодильник. Вот. Поэтому, чтобы Кузьма не открыл, я закрываю на ключ. Вот. Вот что у нас происходит. Вот. И когда иду к терраске, Монька рвется. Вот он всего несколько раз вышел на улицу. И теперь вот ему опять туда хочется. Больше никто. Удивительно. Просто удивительно. Маруся вообще забыла про эту улицу. Она теперь смотрит из окошка на улице. И, наверное, офигевает, как ей повезло. Вот. Опять шел дождь. Уже облетел вот дуб. Ну, такая погода. Вот. Когда нет солнышка, настроение, конечно, не то. Ну, что делать? Осень. Она и есть осень. Будем радоваться тому, что у нас есть. Будем вязать. Будем каким-то рукоделием заниматься. Вчера, кстати, нашла я очень-очень много видео, как пошить наволочки, сидушки из старых джинс. Посмотрите, что у меня творится. И это еще не все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть пар джинс. Это вот джинсы дочечки и сынули. Все я здесь... Нет, не все. Еще где-то лежит запас этих джинс. Вот хочу я их разрезать на кусочки. И пошить сидушки уже для будущей террасы. У меня же идет в голове визуализация нашей новой террасы, которая будет. Нашего нового красивого двора, который будет. И уже готовлюсь пошить какие-то сидушки, поджопники, так сказать, да. Покрывало, может быть, на диван, который хочу поставить на терраске. Вот тот диван, который у нас летом стоял на улице. Он хороший. Вот, пошить покрывало на этот диван из этих джинс. В общем, вчера я целый день смотрела рукодельные каналы. Именно вот по пошиву из старых джинс, рубашек, что можно сделать. Друзья, я поражаюсь вообще в фантазии наших женщин. Это такая красота получается неимоверная. Так что вот плед обвяжу. А может быть и не до обвяжу, а уже начну заниматься вот этим процессом. Вообще руки чешутся именно вот пошить эти сидушки. Вот плохо, что у меня нет размера кресла, которое я собираюсь делать. Хотя, может быть, посмотрю в видео, какие там размеры, чтобы я хочу не просто сидушки пошить, а мягкие сидушки на поролоне. Купить поролон я уже все нашла на Wildberries. Посмотрите, что у нас тут творится. Вот красота-то какая, лепота игрульки наши, чтобы вот четко по размеру пошить. Ну, покрывало, понятно, размер дивана есть. А вот этих кресел надо будет мне посмотреть. Нашла, как изготавливают кресла. Кентукки, по-моему, называются кресла. Посмотрите. Что чихаешь? Джинсы были в диване, наверное, пыльные. Очень интересные кресла, которые разбираются из таких реечек. Я думаю, что вы видели, понимаете, о чем я говорю. Нифига себе тут у вас борьба идет. Так, Пуся пошла кушать. Надоело ей смотреть на это безобразие. А эти все здесь. Шполька под креслом. А эти вот. Вот так, вот так, вот так. Вот какие игры у нас. А Кузьма, ну, Кузьма у нас уже старичок. Ему уже девятый год. Сегодня заглянула в ящичек с кормом. Засекали мы, Леша говорит, посчитай, сколько сейчас уходит корма котам, ну, вот, если покупать роял Канин. В общем, я посчитала на месяц 6 килограмм. Двухкилограммовый мешок стоит 1600 рублей. Вот и считайте, сколько денег нужно потратить. Это еще с учетом того, что малышка у нас не ест сухой корм. Я ей покупаю куриную грудку. Тоже немало выходит. Вчера варила ей с кашей, с геркулесом. Ела с удовольствием. То есть сначала варю мясо, потом запариваю туда геркулес. Первый раз даже блендером взбивала, чтобы такая кашица с мясом получилась. С удовольствием она ела. А вчера сделала ей мясо чистое. Думаю, ну, буду чередовать. День с кашей, день чистое мясо. А она не стала есть мясо. Я удивилась. Просто удивилась. Вот. Так что вот такие вот у меня планы с этими джинсами. Буду очень благодарна. Если у вас есть какие-то свои идеи, может быть, фотографии, есть у меня электронная почта, я оставлю в закрепленном комментарии. Может быть, вы мне повысылаете фотографии, то, что вы делали из джинсовой ткани. Если будет много фотографий, я потом сделаю ролик из ваших фотографий. Ну, и, конечно же, выставлю это на своем YouTube-канале. Хочу рассказать о впечатлениях вчерашней моей помощницы, швабру, которую я купила с емкостью для воды. Друзья, я в таком восторге. Я за 10 минут перемыла весь дом, все полы. И у нас вообще-то, ну, мало где лежит ковер, вот только вот здесь лежит ковер. Ну, и те коврики, которые я делала, они двигаются. А так вообще везде, вот везде голый пол, так скажем, да. Вот я пропылесосила и влажной этой шваброй, нажимая на пшик-пшик, за 10 минут вымыла весь дом. Такая красота, я не знаю, просто прелесть. Сейчас еще насадки к этой швабре вроде бы-то нашла. Недорогие они там, по 150 рублей. Ну, хотя бы парочку купить, чтобы действительно можно было вот так их мыть, не ждать, когда она высохнет. Чтобы была дополнительная насадка. Вы там мне писали, что недолго прослужила швабра, типа отскочил, ну, в общем, с липучками какая-то беда была. Не знаю, посмотрю, я, конечно, расскажу. Но там липучки, мне кажется, даже, знаете, они такие силиконовые, что ли, пластмассовые, не знаю, как объяснить. Необычные там липучки. Вот, ну, посмотрим, сколько прослужит. Но пока я в восторге. Прям такая мотивация помыть пол, не лазя на корточках, на карачках, как говорится. А просто и без ведра. Пшик-пшик и готово. Что еще хотела вам показать, кто внимательный, кто следил за вот этим творчеством, росписью наших стен. У нас изменилась Кармен. Анечка более ярко ее сделала. Подготовила ее к встрече с ее любимым Хосе. Нам очень понравилось. Подписчица написала, что Хосе очень красив. Конечно же, Хосе больше подходит нашей Кармен. Вот такая вот парочка. Я сегодня, скорее всего, или сегодня, или Анечка, в общем, когда придет, сделаем ему либо галстук красным, либо вот здесь воротничок красным. Ну, посмотрим, что у нас получится. Так что, вот такая у нас сейчас Кармен. Вот с такими яркими-яркими волосами. В прежних роликах вы, конечно же, можете посмотреть, какой она была. Там более такой эскизный рисунок был. Без окрашивания, так скажем, в жгучую такую брюнетку. Ну, вот осталась краска у Ань, когда она рисовала Хосе. И она решила зарисовать ей волосы. Ну, на мой взгляд, очень ярко получилось и очень-очень красиво. Все как бы гармонирует. Полностью вот эти две комнаты гардеробная и наша прихожка. Ну, вообще, по цветовой гамме очень хорошо гармонируют между собой. Хочу еще с вами поделиться интересной идеей. Все-таки идея камина не выходит у меня из головы. И вот, когда появилось это прекрасное, красивое зеркало, пришла идея, а не сделать ли нам здесь камин. Такой не широкий, узенький. Я имею в виду широкий вот сюда, не глубокий. Вот, да. По глубина, чтобы была небольшой. И вот здесь делать фальш-камин, провести в него электричество, чтобы можно было там зажечь лампу и чтобы он вечером светился. Вот такая идея. Я тоже очень много видео посмотрела на ютубе. И из картона делают люди такие камины, что вообще комар носа не поточит и никогда не скажет, что эта вещь сделана из картона. В общем, но из картона я не хочу. Скорее всего, будем делать из пена... Как это? Ну, которым утепляют стены. Пенофлекс. Вот как вылетит из головы. И не вспомнишь же ведь. Вот. Он будет легкий. Ну, а сверху, конечно же, я облицую его своей фирменной плиточкой. Этот пенофлекс. Очень хорошо на нем будет держаться. Я же уже оштукатуривала стены. Вот. Так что, думаю, что должна получиться очень красивая вещь. Вот чем будет заниматься зимой. Так что, Лешек, ты прав. Я уже придумала. Ты там говорил, что я обязательно что-то придумаю. Я уже придумала, чем мы с тобой будем заниматься долгими зимними вечерами. Да и не только вечерами. Здесь будем делать вот этот фальш-камин. Очень добавляет он, ну, не знаю, какой-то сказки в наш и без того сказочный дом. Еще был комментарий. Лена, пожалуйста, расскажите, как вы вязали вот эту налобную повязку. Очень понравилось. Где-то есть, конечно же, на канале, но я уже не найду, в каком это видео было. Я рассказывала, как я ее вязала. Давайте я вам сейчас быстренько расскажу. Я думаю, что вы все-все поймете. Здесь настолько все просто, ну, проще не бывает. Вот это обычные столбики без накида. То есть, набираем воздушные петли, заключаем их в круг и вяжем просто по кругу столбиками без накида. Естественно, вам нужно измерить ваш объем головы и набрать нужное количество петель. Набирайте с запасом, пусть лучше будет больше. А когда начнете, ну, как бы, соединять, поймете, что у вас лишнее. Ну, а там потом эту лишнюю цепочку, ее можно отрезать и этот хвостик обвязать. Ну, смотрите, как вам легче. Я всегда делаю вот так. Дальше просто вяжем филейную сетку. Это просто филейная сетка по кругу. Я думаю, что как вязать филейную сетку, все вы знаете. Вот здесь это место подъема петель было. И вот такая налобная повязка. Обожаю. Обожаю такие вещи. Вот именно не шапки, а вот такие повязки. Надо будет еще что-нибудь себе на осень сфарганить. Ну, очень хорошая вещь. Вот в такой межсезонье, когда в шапке жарко, а без шапки холодно. То есть закрываю тушки. Тут деревянные пуговички пришила, как бы для декора. И получилась вот такая налобная повязка. Таскаю ее вообще, ну, очень часто. Вот пряжа камгарн. Посмотрите. Катышей практически нет. И всего 20% шерсти. Остальное все акрил. Это турецкая, очень дешевая, бюджетная пряжа. Сейчас не знаю, сколько она стоит. Но раньше она стоила дешево. Вот из нее у меня накидка иллюзия, трансформер. Вот это вот повязка на голову. Вот такой вот снуд-воротник. Здесь, кстати, техника штопка. Кто не знает, что такое техника штопка, посмотрите. Есть замечательные видеоуроки, как я это делала. Забыла опять, как называется. Пиджак мы там с вами или жакет вязали. Вязали платье, снуд. В общем, это тоже вяжется филейная сетка, а потом протягивается в шахматном порядке пряжа пушистая. Вот. Так что это тоже есть на канале. Найдете. Комплект называется Шанель. Вот. И где-то есть еще гетры у меня тоже из этой пряжи. В общем, гетры я только, ну, редко ношу. Зимой вот по дому одеваю их, чтобы тепло было. А вот этот комплект и накидка иллюзия носится очень-очень часто. Все, мои хорошие, я надеюсь, вам было сегодня интересно. Поделилась с вами своими планами на будущее. Очень рада, что вы меня смотрите, что вы ждете мои видео каждый день. Пока держу марку. Дальше как пойдет. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Сидникова. Пока-пока.